Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, фракция НДПР выдвигает кандидатуру Арбанова Сергея Алексеевича. Хочу сказать, что Сергей Алексеевич имеет большой опыт работы в социальной сфере. Помимо этого, имеет специализированное образование специалист по социальной работе, большой опыт и знания. В связи с тем, что комитет сложный, социальный, нам должны работать квалифицированные профессионалы и специалисты. В связи с этим, наша фракция выдвинула такого представителя. Кандидат должен, чтобы все видели у нас место. Я сегодня со всеми здоровался, но еще раз всем добрый день. Уважаемые коллеги и депутаты, я бы хотел, чтобы сегодня все понимали, кто сегодня в зале присутствует, и депутаты, и представители прессы, и СМИ. Что сегодня в Хабаровском крае происходит на политической нере. А сегодня происходит политическая расправа с неугодными мнениями КПРФ. Небывалый происходит у нас сегодня в Хабаровском крае эпизод, когда представителя второй в крае, по итогам выбором 2019 года, в нарушение федерального законодательства, в нарушение закона о формировании Думы. Кто-то хотя бы читайте документы. Читал кто-то вот статью 5 пункт 9, что не менее чем одному депутату, избранному в составе, каждого списка кандидатов предоставляется право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе. Необходимо соблюдать законодательство в Российской Федерации. Сегодня я напомню всем, кто будет голосовать. Сергей Сергеевич, я предупреждаю вас о том, что вы заявили о подкупе. В соответствии с положениями по депутатской этике, вы нанесли безосновательное оскорбление. Хорошо, я тогда сразу же прокомментирую самого себя, что я не видел это мое предположение. Извините, если я кого-то там... Но это было мое предположение. Я лично не присутствовал. Сразу же поправлюсь. Здесь прилюкно. Я этого не видел. Ну вот так вот, вот то, что случилось, то, что случилось. Дальше фракция КПРФ выносит свои предложения. Что должно происходить? Сегодня опять происходит давление. Сегодня опять заявляют, что депутаты, которые имеют мнение, вы хотите, чтобы здесь не было звучало мнение КПРФ, чтобы здесь все по-тихому у вас случалось. Не пройдет у вас это. Ну смиритесь, вы уже что думаете, орган коллегиальный. И вы все видите по вопросам голосования, что когда законодательные инициативы направлены на развитие нашего края, государства и поддержку людей, мы всегда их поддерживаем. Ваш вопрос. Сергей Алексеевич, ну очень приятно слышать, что вы профессионал в своем деле. Хочется даже пожелать успехов, скажем так, в этом направлении вам. Но вам не кажется, что не совсем правильно выдвигаться, избираться в таких обстоятельствах, когда нарушается все-таки законодательство Российской Федерации, законодательство по Баренскому краю. Конечно, ну аспект такой существенный. Вроде и вы профессионал, да, в этом направлении вы вполне можете принести пользу Комитету по социальной политике. Но ситуация неоднозначна. Мне кажется, что это не совсем правильная позиция и партии ЛДП и не совсем правильный, ну, в том числе и ваш штаб. Я не хочу меня вмешивать в ваши перипетии, потому что я хочу просто работать, работать в Комитете хочу, хочу заниматься своей работой, которой занимаюсь уже продолжительное время, хочу работать у себя на округе. и не хотел бы заниматься вот этими непонятными проблемами. Спасибо. Еще вопросы есть к Сергею Алексеевичу? Нет, вопросы присаживайтесь, пожалуйста.